Привет, мои дорогие! С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина, автор книги «Как быстро забеременеть». В этом видео хочу поговорить на тему «У вас появился новый половой партнёр. Что делать?» Причём эту тему я посвящаю как женщинам, так и мужчинам. То есть полностью, как изначально предполагалось для женщин. Но потом я подумала и думаю, а почему у мужчины хуже? Мы можем поговорить и на ту, и на ту тему совместно. Тема такая одна из моих любимых. Не могу только понять, почему. Потому что потом я подумала и поняла, почему эта тема моя любимая. Потому что хочу предостеречь вас, мои дорогие женщины, от различных проблем, которые могут быть связаны с тем, что появился новый мужчина, вы его ещё плохо совсем знаете, вступаете с ним в отношения и получаете различные всякие болячки, нехорошие. Поэтому вот что делать? Я прекрасно понимаю, мы с вами уже обсуждали похожую тему, что вот появился мужчина и что теперь вот прямо его брать и тащить в клинику на обследование. Конечно же, здесь нужно разговаривать, нужно пообщаться с вашим мужчиной и понять, действительно ли у него всё хорошо. Вы же с ним общаетесь, вы же на него смотрите. Соответственно, вот по этим симптомам, даже при визуальном осмотре о том, что он говорит, он, безусловно, вам расскажет про свои прошлые отношения. Безусловно, вы с ним начнёте тему секса, интимную тему разбирать потихонечку, потихонечку. И здесь он вам скажет, какие у него там были, возможно, проблемы. И когда вы будете уже вступать в какие-то тактильные контакты с мужчиной, то, конечно, здесь есть определённые моменты, на которые нужно обязательно обращать внимание. Ну и мягко сказать мужчине, что вот неплохо бы было обследоваться. Но можно сказать и так, что не тебе конкретно, потому что он скажет, а почему мне, дорогая? У тебя же также были отношения, ты же там тоже с кем-то была, я же не знаю, с кем ты была. То есть для вас же это будет очень обидный факт, а почему для мужчин это будет не такой обидный факт? То есть факт очень обидный, да? Поэтому вы можете сказать, а пойдём вдвоём обследуемся и вместе сдадим анализы. И ты, и я. И это будет безопасно и для тебя, и для меня. Как вариант. Вот я думаю, это самый такой благоприятный выход из ситуации. Соответственно, какие же нужно сдавать анализы, чтобы понять, что действительно всё неплохо? Первое, чего мы боимся, это самых страшных заболеваний, которые очень тяжело лечатся и практически не лечатся. Только период ремиссии будет. Это ВИЧ-ВИЧ, гепатиты, ну и, безусловно, сифилис. То есть мы сдаём кровь на гепатиты, ВИЧ и сифилис. Сразу скажу, что это 3, от 3 до 6 месяцев этот анализ действителен. Затем, конечно же, необходимо его пересдавать. Поэтому, если у мужчины есть какая-то старая справка, и он вам её показывает, то на сегодняшний день состояние его здоровья может быть уже совсем другое. Поэтому берём кровь в каждой лаборатории, в каждой клинике. Этот анализ можно сделать, и практически уже к вечеру вам придут на электронную почту результаты анализа. Следующий момент – это инфекции. Инфекции, передающиеся половым путём. Вот как понять, что есть инфекция? Безусловно, это будет определённый запах. То есть он будет такой достаточно неприятный и отличаться от обычного. То есть вы почувствуете, что что-то вот не то, такой рыбный, неприятный запах. И это один из симптомов того, что, возможно, есть инфекция. И затем выделение. Выделения нехорошие. Они могут быть гноевидные, коричневатые, сероватые, зеленоватые. То есть любые, но они будут. И для вас, мои дорогие, это тоже признак, что есть какая-то инфекция. Поэтому, что же необходимо сдать? Безусловно, как я уже сказала, кровь и мазок на инфекции. Это может быть мазок из уретры. Это может быть мазок из спермы. То есть так называемый андрофлор. Есть ещё для женщин комплекс для сдачи инфекции. Это фемофлор. То есть количество после... То есть название андрофлор и фемофлор там и 7, 12, 10. Это количество возбудителей инфекций, которые входят в перечень. Так называемый пакет инфекций, которые берутся за один раз. Процедура совершенно не больна. Совершенно нет какого-то неприятия. То есть совершенно всё проходит гладко. Главное прийти вам и вашему партнёру и сдать эти инфекции. То есть когда у вас будет эта справка, это значит, что всё-таки, скорее всего, никаких проблем здесь быть не может. Я всегда обращаю на это ваше внимание. Потому что, к сожалению, сейчас первые инфекции, которые я вам назвала, не лечатся. Вторые половые инфекции лечатся очень сложно. И когда вы их начнёте лечить, уже могут быть различные проблемы. В том числе и спаечные процессы, проблемы с маточными трубами, проблемы с бесплодием и зачатием в будущем. Это всегда очень важно. То есть здесь мы с вами взрослые люди, и не должно быть какой-то обиды. Даже если у вас молодой человек потребует справку, вы должны быть ему благодарны, что он такой молодец, позаботился о вас, и о себе, и о вашем совместном здоровье. И что если действительно что-то будет, вы должны вместе пройти лечение. И если тем более вы собираетесь строить серьёзные отношения, а если даже это просто вот так вот там на одну ночь, соответственно, для того, чтобы вам не заразиться. И всегда помним про безопасность, безопасный секс, про методы контрацепции. Всегда мы должны с вами про это помнить. Потому что, к сожалению, женщины в порыве, как и мужчины страсти, иногда про это всё забывают. Да, вот всё, встретила своего возлюбленного, буду с ним жить. А, к сожалению, мужчины, я не говорю, что конкретно мужчины, но попадаются и коварные мужчины, как и женщины, у которых есть семьи, которые просто так вот встретились погулять. А кто-то вообще не планирует серьёзные отношения вступать. А женщины вот так раз и в омут с головой. Поэтому, если вы в этот омут с головой собираетесь нырять, то, пожалуйста, помните про методы контрацепции. Да, и что только презерватив, барьерный метод защищает вас от инфекций, передающихся половым путём. Это крайне важно. И от вируса папилломы человека, который, мазочек, мы можем тоже взять у мужчины. То есть, ВПЧ, то есть, они прекрасно передают этот вирус. И, конечно же, будьте аккуратны для того, чтобы... Также помните о том, что при незащищённых половых контактах, кроме инфекции, может наступить и беременность. Да, безусловно, кому-то эта беременность нужна, потому что сейчас многие женщины хотят родить для себя. Это их выбор. Это их осознанный выбор. Поэтому это имеет место быть. Но тогда будьте готовы к тому, чтобы правильно планировать беременность. А, соответственно, кто не хочет забеременеть, будьте готовы к тому, что нужно вам предохраняться не только от беременности, да, если вы пьёте контрацептивы или стоит внутриматочная контрацепция, но и должен быть барьерный метод, который предотвращает вас от инфекций, и передающихся половым путём. Если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно встретимся. Я вам желаю всего самого и лучшего, огромной любви, и чтобы никакие инфекции никогда вам не усложняли жизнь. Всем спасибо, всех обнимаю, целую, и до новых встреч. Всем пока!